К нам на библейский портал Экзегет пришел вопрос, можно ли молиться, если слегка, в кавычках, отпраздновал, то есть после употребления алкоголя. От радости сердцу и утешения душе вино, умеренно употребляемое вовремя. Вот такое удивительное выражение есть в книге «Премудрости Иисуса, сына Сирахова». Или, как сказано у пророка Давида, «Вино веселит сердце человека». Более того, в уставах очень многих древних, очень строгих монастырей внесено употребление вина. Даже в строгие дни это бывает. Но мы должны понимать, что вино из Каны Галилейской, из Палестины, времена Иисуса Христа и апостолов, это не наше какое-то крепленное вино. И, конечно, это не крепкие напитки. Это очень сильно разбавленное вино. Оно не опьяняло человека. И если ты не трезв, если ты, скорее всего, еще и объелся, когда ты отпраздновал, то лучше сейчас пока не молись. Не надо. У преподобного Серафима Саровского есть такие слова. Он говорит, если ты объелся и не думай молиться, не получится ничего. Потому что сейчас пока ты только чрева. Вот так вот. А если ты еще не трезв, ну как? Как говорить с Господом? То есть за руль нельзя садиться, а с Господом можно говорить? Наверное, это может быть даже кощунством. Лучше воздержаться. Но лучше, я вам скажу так, лучше никогда не праздновать так, чтобы терять над собой контроль. Вообще христианин — это человек, который может употреблять вино, но который ни разу в жизни и никогда не должен быть пьяным. Никогда. Почему? Потому что в этом состоянии человек совершает самые тяжкие и страшные грехи, которые он никогда бы трезвым не совершил. Вот у меня был опыт, я в течение пяти лет ходил в следственный изолятор. И по моим наблюдениям, три четверти чудовищных преступлений было совершено под воздействием вина людьми, которые никогда бы этого не сделали над трезвым головой. Поэтому это такой страшный сатанинский ключ, о котором апостол Павел говорит, Тимофею, вином не упивайся, потому что в нем есть блуд. Ты как бы откроешь двери врагу, любому. Ты откроешь двери в свой город и перестанешь его охранять. А зайдут убийцы со своими целями. Они зайдут в твою душу. И потом вдруг окажется, когда ты пришел в себя, что ты согрешил, может быть, изменил супругу, имел какую-то связь. Потом пройдет три месяца и тебе скажут, а я жду от вас ребенка. Вся жизнь может быть поломана. А вы этого человека не любите, вы его не знаете, вы с ним не можете построить счастливую семью. А теперь надо, понимаете? Вся жизнь может быть поломана от того, что вы выпили лишний бокал вина. Поэтому совет такой. На любом празднике вы наливаете себе бокал вина и пьете по глотку за тост, чтобы не обидеть никого. Вот, чтобы вас не считали ханжой, чтобы не обличать других, чтобы участвовать в празднике. И если вы чувствуете, что это слишком большие глотки, что это может вас привести к неконтролируемому такому состоянию, вы останавливаетесь и наливаете сок такого же цвета. И пьете по глотку сока, понимаете? Или можно по целой рюмке. Вот нельзя быть пьяным христианину ни разу в жизни. Никогда. Очень много бед от этого. Сохрани нас от этого Господь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!